Привет! Сегодня смотрим с вами нож от Columbia River Knife & Tool, то есть CRKT, аббревиатура такая, да, это американская компания, которая была основана в 1994 году двумя бывшими сотрудниками известной ножевой компании Kershaw. То есть, да, из Kershaw сбежало пару сотрудников для того, чтобы организовать свою компанию, но в общем-то получилось у них, и стоит сказать, что получилось неплохо, и в данном случае модель такая агрессивная, такая ощущается пряльничком, берешь в руку и понимаешь, что вот если бы нож подходил для самообороны, то это был бы прям отличный вариант на самом деле, потому что очень легкий быстрый ход, быстро раскладывается, быстро раскладывается, можно вот инерционно его, например, открыть, да, там разные способы, то есть никаких вопросов здесь нет, то есть очень даже такой файтер, да, кстати говоря, в названии, да, вот они говорят, называются файтер, да, и позиционирование. Everyday Carry нож на каждый день. Ну, как бы так вот мы понимаем, да, на какой день, в случае чего этот нож. Но на самом деле, да, для повседнева, в принципе, на самом деле подходят складные ножи, их удобно носить, можно какие-то там фрукты, овощи почистить, упаковочки открыть, и реально все-таки в повседневной жизни я очень надеюсь, что большая часть из вас, кто смотрит этот канал, носит нож и использует его исключительно для мирных вот таких вот бытовых целей. Это, в принципе, основное предназначение ножа, как инструмент вспомогательный. А вот такой вот харизматичный, яркий, такой мускулистый, да, агрессивный, например, дизайн, это все то, чтобы нам радовало наш глаз, нашу душу, чтобы мы брали в руку и понимали, что вот это вещь, да, как бы вот, как бы смысл-то какой. И, в принципе, смотрите, вот Рот Бермер, который занял пост президента компании, директора по продажам, да, и Пол Гиллапси, которые вот перешли из Кершоу, который занял должность финансового директора, они молодцы. То есть, они за четверть века свои истории, вот, а компания Сиркики, как бы, на самом деле, ну, достаточно успешно все это время на рынке, участвует в ножевом, в общем-то, продвижении рынка. Они принимали сотрудничество с почти, участвовали в сотрудничестве почти с 70 ножевыми дизайнерами из разных стран мира. Причем это, кстати говоря, больше, чем, по-моему, компания Спайдерка, они там около 50 дизайнеров, с которыми сотрудничали, да, то есть, Сиркики даже меньше по времени существуют, и там, ну, некоторые бренды и обходят там. Большинство из этих дизайнеров обладает, как бы, в общем-то, известностью, само собой, в ножевом мире, то есть, прославились как разработчики, в принципе, там, различных ножей. И дело в том, что Сиркики, как правило, сотрудничала с дизайнерами, ну, не так, чтобы постоянно, да, не по многу лет, а буквально там по одной-две модели Сиркики и все. Поэтому получилось, что у компании очень разнообразная линейка. То есть, в этом списке, само собой, есть знаменитые найфмейкеры, такие, как Аллен Лишевиц, Флавио Икома, Джим Хэммонд, Гарольд Карсон, Пел Кроуфорд, Кен Онион, Стив Райан, Боб Терзуола, Том Веф, Грант и Хевин Хоук. В общем-то, Гевин, ну, смысл в чем? Дело в том, что невероятное число специалистов, разрабатывающих ножи, аксессуары, да, компания Сиркики обусловлено, в общем-то, достаточно таким вот большим разнообразием моделей, которые компания пытается привнести на рынок. То есть, они пытаются удовлетворить такие вот потребности самых разных своих покупателей под любой вкус, под любой кошелек, в общем-то, и, само собой, пытаются внести высокую степень инновационности в свою продукцию. Потому компания обладает почти 20 патентами на оригинальные технические решения, реализованные в ее ножах. Хотя, как бы, я когда читал про инновации данного бренда, как бы, ну, давно это было, на самом деле, для меня, как бы, ну, инновации какие-то оказались не очень запоминательные, да, то есть, как бы, они-то там чуть-чуть, то там чуть-чуть, не то чтобы прям вот радикально, да, как у некоторых там компаний, то есть, там, придумали там совершенно там что-то прям новое использовать в ножах, прям вот вообще-вообще-вообще. Нет, там то замок, то система открывания какая-то хитрая, то еще что-то, то есть, какие-то решения там, то система запирания, клиночка дополнительная, ну, как бы, вот такого плана, да, вроде бы по мелочи-помелочи, но из этого все равно складывается, само собой, как бы, общая картина. В данном случае нож получился достаточно бюджетным по стоимости, особенно учитывая его такой очень брутальный внешний вид, такой агрессивный, и вот в руку он ложится просто как влитой, то есть, вот эти вот подпальцевые выемки, они удачно спроектированы, вот прям их берешь в руку, и вот ощущаешь нож очень четко. Очень так вот он прям ложится в руку, просто замечательно, ощущается таким вот именно харизматичным, таким вот бескомпромиссным ножом, мне это нравится. Что мне получилось по стали? Здесь у нас заявлено, где-то у нас заявлено, на клиночке нет, на клиночке не заявлено. Здесь у нас 8 CR13 MOV, твердостью 57-58 единиц по шкале Rockwell'а. По сведению, то, что у меня получилось намерить 0,5-0,7 мм ближе к кончику, в принципе, вполне адекватное, 3,2 по обуху, то есть, опять-таки, вполне адекватное, очень быстрое закрывание, да, вот такой замочек, видите, у нас очень часто использован такой замок, используется для автоматических ножей, то есть, вот нажатие, видите, и получается, блокируется, вот он, клинок, вот тем специальным, да, ну, кнопка, получается, кнопка, как у Button Lock, да, называется, получается. Ну, здесь у нас Plunger Lock называется данный замок, он без пружины, вот, в принципе, вот так вот он раскрывает клиночек. Мы увидели, наверное, внимательные зрители, что здесь у нас значок, получается, специальный такой, который обозначает систему открывания складных ножей и ТБС, то есть, это подшипники в осевом узле, само собой обеспечивают вот такой вот шикарный ход этому клинку. Видим, что вот тут у нас есть выборка под пальцами, смотрите, то есть, вот палец попадает, получается, не на острые грани, а на специальную выборку, что вполне себе удобно. То есть, с одной стороны, вроде бы, как бы, не сильно дорогие материалы используются, но выглядят они довольно дорого, то есть, вот здесь у нас под карбон, под какой-то, да, это всё смотрится. То есть, выглядит нож очень даже дорого, клипса, кстати говоря, вполне ничего, немножко, может быть, жестковато, но нормально, не слишком жёстко, то есть, бывает прям совсем-совсем жёстко что-то такое, здесь вполне адекватно. Жаль, я так понимаю, что её не переставишь на другую сторону, то есть, будет сложность с перестановкой, огромное отверстие для темляка, но, в принципе, вот для правши вообще отлично, хотя странно, что они с клипсой так сделали, потому что, я думаю, что левша мог бы прекрасно открывать, как за плавник или за шпенёк, и вот так вот указательным пальцем мог бы прекрасно складывать. Видите, я не левша, я правша, но вполне справился без какой-либо тренировки. Только клипсу бы переставляемую сделали, и всё, и вопрос был бы совершенно решённый. Ну, ладно, может быть, можно докупить как-то клипсу или ещё какие-то варианты, это надо узнавать. Термопластик ЖРН здесь используется, он вполне себе качественный, износостойкий, не впитывает никакие там запахи, ничего, ничего с ними не происходит. Ну, и вот такая вот архитектура у него, да, 3D такая структура, выглядит, я же говорю, дороже, чем на самом деле стоит, что очень даже приятно. Официальный дилер CRKT, само собой, будет в ссылочках в описании под видео, вы можете перейти посмотреть, но вот, что бы вам хотелось сказать по ощущению, он выглядит стремительно, он выглядит агрессивно, он выглядит так вот, брутально, по-мужски. В плане применения практичного танто, ну, не настолько мы прям много нашинковываем этим ножом, да, если вы прям будете работать, работать и работать этим ножом, прям вот, не знаю, в качестве кухонника, ещё что-то, конечно, танто будет, может быть, не самый удобный вариант. Но если вы для повседневной используете, то харизматичный внешний вид, он, пожалуй, важнее, чем на какие-то минимальные моменты, то есть, всё-таки почистить какое-нибудь яблочко или открыть какую-то упаковку с тантоформой не будет каких-то сложностей, проблем, всё очень чётко, всё очень вот слаженно, то есть, по сборке мне нравится. Честно говоря, такой очень приятный вариант, то есть, приятно порадовал, различные способы открывания-закрывания доступны, да, и за шпенёк, и, соответственно, вот сейчас вот чуть-чуть я не приловчился за шпенёк, но здесь надо тоже, да, чуть-чуть буквально привыкнуть. Соответственно, инерционные все эти способы, всё это вполне здесь доступно, всё это вполне здесь возможно, очень даже удобно. В принципе, ножичек такой вот ухватистый, ну, особенно радует вот это вот, как он вот тут ложится в руку, вот ощущается прям очень-очень суровым, классно в этом смысле, и по размеру, в принципе, смотрите, это полноценный нож, полноценный, вот он по размеру примерно такой же, как Spider-Con Enduro, но намного более мускулистый и более доступный по стоимости. В принципе, учитывая, что это всё-таки, как ни крути, ну, CRK, американская фирма, как бы всё вот в таком духе, я считаю, что это очень даже достойный, на самом деле, вариант. Понравился нож из вот таких вот, ну, условно-бюджетных, да, это прям, я даже сейчас не могу сказать, кто бы был лучше, чем вот эта модель за эти деньги. Прям очень серьёзно надо думать, и очень тяжело даже что-то, честно говоря, вообще для себя придумать. Что бы можно было бы взять, такое же, в принципе, харизматичное, за эту цену, очень даже удачная модель. Переходите в ссылочке в описании под видео. Большое спасибо тем, кто поддержит видеоролик своим лайком, автора поддержит, да, прежде всего. Мне ваша поддержка очень приятна, очень нужна. Всем спасибо, всем удачи, всем пока.